91 попытка суицида несовершеннолетних зафиксирована в прошлом году в Тюменской области. Из них 8 закончились трагически. Количество подобных случаев в этом году полиция еще не сообщает. Однако последний громкий случай самоубийства 19-летнего юноши и 18-летней девушки в Тобольске обсуждают до сих пор. Журналисты и интернет-пользователи делают выводы, что часто ребята прощаются с жизнью из-за влияния социальных сетей, которые пестрят пабликами о суицидах. Подробности в специальном репортаже Алексея Вяткина. Эльмира и Никита сидели, свесив ноги с балкона 17-го этажа не меньше получаса. Один из местных жителей, заметив это, позвонил в полицию. В 6.21 в МВД раздался звонок о готовящемся суициде, но никто так и не приехал. В 6.55 мужчина сообщил дежурной части, что пара покончила с собой. Последнее сообщение этому миру девушка оставила в интернете. Перед самоубийством она написала «Была жива 15 минут назад». Новые паблики о суицидах появляются во Вконтакте чуть ли не каждый день. Есть среди них и тюменские. Правда, установить, как сильно они влияют на детей, сложно. Официальных цифр даже по стране нет. Сколько детей погибло из-за влияния соцсетей, никто не знает. По неофициальной статистике, только за последние полгода таких было 130. Количество попыток совершить суицид было в разы больше. Но по счастливой случайности, благодаря родителям, друзьям и психологам, не все из них дошли до конца, а вовремя остановились. Большинство админов суицидальных групп сами сидят за партой. В Омске в роли руководителя паблика выступала 13-летняя девочка под псевдонимом Ева Рейх. А на подстариковосверстников со всей страны покончить с собой. На след школьницы помогли выйти пользователи соцсетей. Уполномоченные органы рассматривают эти обращения, которые оставляют граждане. Если усматривается в данных ссылках нарушение закона, то они вносятся в введенный реестр запрещенных интернет-ресурсов. Сейчас в списке 208 страниц о суициде, но взамен заблокированных появляются новые. В этом паблике уже 250 тысяч подписчиков. По мнению СММ-менеджеров, на такой странице можно неплохо заработать. Вместе с порядком 1030-40-50. Размещение одного поста примерно стоит рублей 500. Так что ребята неплохо зарабатывают. Алиса тоже пыталась покончить с собой, но она уверена, что социальные сети здесь ни при чем. Причины к самоубийству всегда личные. В ее случае ссора с родителями. 15-летняя девушка ушла из дома и долгое время жила у друзей. Тогда и появились нехорошие мысли. Именно мои родители, они просто полностью в работу погружены зачастую. Как бы понимают, что они многое не замечают. У меня, к примеру, есть друг, у которого такая ситуация, что его мама вообще никак не останавливает. Его останавливаю на данный момент только я. Психологи говорят, что дело не столько в соцсетях, сколько в родителях, которые забывают о своих чадах. По подсчетам специалистов, взрослые уделяют подросткам в среднем по 10-20 минут в день. Если у ребенка есть возможность делиться со своими близкими, своими переживаниями, своими настроениями, тем, что их радует и тем, что их волнует, тогда, наверное, возникает меньше сложностей, связанных с тем, что называется бесконтрольностью. Самый высокий риск суицида у ребят от 12 до 18 лет. В это время нужно быть к ребенку особенно внимательным. Как правило, только родители в силах предотвратить попытку самоубийства. Алексей Вяткин, Алексей Красных и Сергей Жернаков. Тюменское время.